Игромания представляет Стоит посмотреть не только поклонникам Трэша, но и, возможно, людям, которые Трэш не очень любят. На пятом месте фильм «ПМС Коп». Про женщину-полицейского, которая страдает, ну да, правильно. И вот в какой-то момент она отправляется к врачу, врач выписывает ей таблетки от ПМС, которые не снимают ее проблему, а наоборот сто крат усиливают. И вот эта вот безумная женщина начинает творить порядок на улицах. Ну, проще говоря, она начинает убивать бандитов. И это реально Трэш. Он снят, ну, практически на любительскую камеру. Там абсолютно чудовищный и безумный сюжет, абсолютно сюрреалистические съемки. Ну и женщина, естественно, творит в кадре главная героиня, творит такое, что и положено творить в Трэше. Она вырывает челюсть и пробивает кого-то руками, отовсюду брызжет кровь. В общем, классический Трэш, про который нужно не рассказывать, а который надо смотреть. Но вот если вы совсем Трэш не любите, с этого фильма начинать, наверное, не стоит, потому что это прямо Трэш-Трэшович. На четвертом месте фильм «Таск». В русском прокате «Бивень». Это не совсем Трэш, это очередное произведение Кевина Смита, известного американского режиссера. Даже если вы не слышали имя Кевин Смит, то, возможно, смотрели один из его известных фильмов. Самый известный, наверное, «Догма». Чуть менее известные «Клерки-1, Клерки-2», «В погоне за Эмми», «Джеймолчеливый Боб» наносит ответный удар, «Зак и Мири» снимают порно. В принципе, эти фильмы были в широком прокате, и так или иначе, многие из вас могли их посмотреть. Кевин Смит очень странный и очень интересный человек. У него потрясающее чувство юмора, масса неординарных идей. А чтобы понять его психологический портрет, ну, наверное, вам будет интересно узнать такой факт. Свою дочь он назвал Харли Квинн. Понятно, в честь кого. Его дочь Харли Квинн Смит. Фильм «Бивень» появился из очень интересного проекта. У Кевина Смита и его друга, кинопродюсера Скотта Масье, есть подкаст, который является одним из самых популярных подкастов в Америке. Он набрал огромное количество разных премий, других наград. В общем, это реально очень смешная, очень веселая штука, где Масье и Смит постоянно шутят на самые разные темы и иногда приглашают звезд, ну, там, из кинобизнеса, из журналистики и так далее. И вот, кажется, в 259 серии одной из тем был «Морш и плотник». Ну, понятно, референс на что. И Смит раскопал интересную историю, которая потом оказалась фейком. История о том, как один из рантье, который сдает дома, приглашал пожить к себе людей бесплатно, если они согласятся одеться в костюм «Моржа». И на протяжении вот того времени, пока длился подкаст, Масье и Смит разыграли целый сценарий фильма страшного, тяжелого фильма. А потом спросили публику и аудиторию, а хотите, мы снимем реальный фильм вот по этой истории, которую мы во время подкаста обсудили. И большинство людей в Твиттере проголосовали за, с хэштегом нужно было говорить «да» или «нет». И фильм был снят. История абсолютно чудовищная. Это история про маньяка, который создает из людей моржей. Па-бам! Вот так. И, собственно говоря, один из подкастеров, который символизирует одного из героев с модкаста, Смита и Масье, отправляется в глушь, чтобы найти там интересную историю для подкаста. В итоге тот человек, к которому он едет, на самом деле умирает. Он видит интересную запись в туалете и едет в какой-то далекий-далекий дом, чтобы поговорить там с моряком, который должен рассказать ему интересную историю. Этот моряк оказывается маньяком, который превращает главного героя с помощью операций медицинских в моржа. По сути, это трэш. На деле это очень тонкая, очень деликатная, я бы сказал, трагикомедия с необычной историей, с потрясающей игрой актеров. Майкл Паркс, который играет маньяка, ну просто потрясающе вжился роль и настолько душевно и тяжело ее сыграл, что этот фильм стоит смотреть просто ради вот его игры. Помимо этого, в фильме роль Гилла Пойнта играет Джонни Депп. Если не знать, что это Джонни Депп, вы никогда, наверное, и не догадаетесь, что это он, потрясающая сыгранная роль. И помимо этого, там еще на подтанцовочках играет дочь Смита Харли Квин, играет дочь самого Джонни Деппа. В общем, не совсем трэш, но вот в российском понимании трэша, где творится некое безумие, да, таск это именно что трэшак. Но трэшак, который можно посмотреть просто человеку, увлекающемуся кино, и уж тем более его надо смотреть людям, которые следят за творчеством Кэнна Смита, которым нравится Смитовское кино. На третьем месте Акулий Торнадо 2. Sharknado 2. Энтони Си Ферранто до этого снимал какую-то полную лабуду, а потом он снял первую часть Акулиева Торнадо. И это был такой трэшачара, что его посмотрело в Штатах огромное количество людей. Фильм неплохо, очень продался на DVD в Европе, да и в России про него многие слышали. Напомню, что в первой части действие происходит в Лос-Анджелесе, на которой налетает Торнадо, в котором крутятся Акулы. Сёрфер Финн Шепард, главный герой картины, отправляется искать потерявшуюся жену и дочь в компании друзей. И, соответственно, их постоянно атакуют Акулы, и они как-то этих Акул убивают. Собственно, про это всё кино. В первой части были потрясающие сцены, например, когда главный герой с бензопилой прыгает вперёд на летящую на него из воздуха Акулу и проходит с этой бензопилой сквозь эту Акулу. Там прям кадр, вот, вид сбоку, герой влетает и... Очень красиво, много вот таких сцен, компьютерная графика, конечно, не какущая, но это трэшак. Вторая часть, действие происходит уже в Нью-Йорке, главный герой отправляется на самолёте как раз-таки в Нью-Йорк и на подлёте самолёта к Нью-Йорку самолёт попадает в Акули Торнадо. Соответственно, акула атакует самолёт и дальше всё действие происходит уже в нью-йоркских декорациях. Скажу честно, по сравнению с первой частью послабее. Таких ярких запоминающихся сцен не так много, но при этом Акул по-прежнему хватает, грызут они совершенно страшно, появляются новые виды Акул, например, там есть китовая акула, которая на самом деле не хищник, питается планктоном, но и она тоже в Акулим Торнадо 2 присутствует. При этом в фильме главным героям приходится сражаться уже не с одним Акулим Торнадо, а с целыми тремя. Неплохой фильмец. Из страшаковых, вышедших в 2014 году, один из лучших. На втором месте Бобры-зомби Зомбиверс. Режиссера Джорда Рубина вы вообще вряд ли знаете. Он до этого не то, что ничего хорошего не снял, он не снял даже хорошего трэша. Но Бобры-зомби ого-го как удались. Это тоже классический трэшак. Группа студентов приезжает на берег озера, чтобы отдохнуть, живет там в домиках и неожиданно на них нападают. Правильно. Бобры-зомби. Все в лучших традициях самого лучшего трэшака. То есть, это даже не компьютерная графика. Это набивные чучела бобров. Ну, искусственные куклы бобров. У них горят глаза. Они дико трясутся. Они с ними зубками кидаются на людей. Отгрызают им ноги. И там множество приятных очень кадров. Ну, как приятных. На самом деле, мерзких кадров. Когда там Бобр зажигается от розетки и сгорает. Когда Бобра разрывает пополам. Когда Бобр выгрызает живот одному из героев. И так весь фильм. Никакого серьезного сюжета. Просто студенты и бобры-зомби, которые сводят популяцию студентов на нет. Смешно, феерично, с точки зрения трэша профессионально. Очень хороший фильм с безумной идеей. И, наконец, первое место операция «Мертвый снег 2». Томми Виркало норвежский кинорежиссер. И первой его успешной картиной была операция «Мертвый снег 1». Знатный трэшак. По сюжету группа ребят, ну, как ребят, достаточно взрослых людей, отправляются в норвежские горы, чтобы там отдохнуть. И в заброшенной хижине они находят старый нацистский клад. Клад непростой, клад волшебный. И этот клад поднимает из могил, ну, как из могил, из-под снега, штандартом фюрера герцога, фашиста-зомби, нациста-зомби. А герцог поднимает с помощью своих магических способностей целый отряд фашистов, эсэсовцев, которые и начинают мочить наших славных героев. Кровь льется рекой, фашисты вырывают у героев кишки, разрывают их пополам, разламывают им черепа и достают оттуда мозги. Главный герой, которого в какой-то момент укусил один из зомби-фашистов, бензопилой отрезает себе руку. А потом в какой-то момент он возвращает клад герцогу и типа фашисты на этом успокоились. Потом главный герой садится в машину, собирается уехать однорукий и монетка, одна обладает. То есть клад остался неполным. И первое кино заканчивается на том, что на машину напрыгивает как раз штандарт фюрер-герцог. Второе кино начинается именно с этого момента. И все боялись, что Виркова немножко подвыдохся, потому что он до этого съездил в Голливуд, снял там небезызвестное в России кино Гензель и Гретта или Уичхантерс, которое шло у нас в прокате как охотники на ведьм. И оно было в принципе неплохое, но не шедевральное. А потом он достаточно много лет снимал вторую часть Мертвого снега. И вы знаете, получилось в чем-то даже лучше первой части, потому что появился масштаб, появились неожиданные сценарные сюжетные ходы. По сюжету второй части фашисты, во-первых, они гонятся за главным героем, а потом неожиданно выясняется, что они решают свести на нет популяцию целого маленького норвежского города. Почему возникает вопрос? Главному герою предстоит в этом разобраться. По ходу дела главный герой меняется руками со штандартом фюрером герцогом. Свою руку главный герой отпилил в первой части, а герцог теряет свою руку во время самой начальной заходной автомобильной гонки. В результате в больнице главному герою по ошибке пришивают руку герцогу, а фашистско-зомбийский врач пришивает герцогу, приживляет герцогу ту самую отрезанную руку главного героя. В результате чего главный герой получает мега-функцию штандарта фюрера герцога. Он может поднимать зомби из земли. И в итоге для того, чтобы победить фашистов зомби, главный герой призывает на этот свет, ну, я думаю, что вы уже догадались. Правильно. Советских солдат. И финальная битва это битва между зомби-фашистами и зомби-советскими солдатами. А для того, чтобы описать градус безумия самого кино, опишу только одну сцену. В какой-то момент фашистам зомби нужно заправить танк, тигр. Ну, как бы, притащи шланг, заправь, но, естественно, это метод не для нацистов-зомби. Они разрывают первого попавшегося человека, разматывают из него кишки, втыкают одну часть кишки в бак автобуса, который стоит рядом, вторую часть кишки в танк, и движение, знаете, как бензин подсасывают, через кишечник подают бензин в танк. И весь фильм такой. Но при этом он очень хорошо снят, он совсем не низкобюджетный, там очень хорошая постановка, и если вы любите высококасечный трэш, то этот фильм надо смотреть обязательно. Первая часть была, ну, наверное, лучшим фильмом про зомби-фашистов, а вторая часть еще лучше. Некоторые говорят, есть фильм «Железное небо». Так вот, «Железное небо» это далеко не лучший трэш про фашистов. Операция «Мертвый снег» лучше в разы. Первое место. А я смотрю много трэш-фильмов и готов рассказать вам как минимум про те, которые стоит посмотреть не только поклонникам трэша, но и, возможно, людям, которые трэш не очень любят. На пятом месте фильм «ПМС Коп» про женщину-полицейского, которая здесь. Но вот если вы совсем трэш не любите, с этого фильма начинать, наверное, не стоит, потому что это прямо трэш-трэшович. На четвертом месте фильм «Таск» в русском прокате «Бивень». Это не совсем трэш, это очередное произведение Кевина Смита и страдает, ну да, правильно. И вот в какой-то момент она отправляется к врачу, врач выписывает ей таблетки от ПМС, которые не снимают ее проблему, а наоборот сто крат усиливают. И вот это вот безумная женщина начинает творить порядок на улицах. Ну, проще говоря, она начинает убивать бандитов. И это реально трэш. Он Игромания представляет У всех топы как топы, а у меня будет трэш-топ. Потому что про все большие фильмы остальные редакторы вам и так уже все расснят. Ну, практически на любительскую камеру. Там абсолютно чудовищный и безумный сюжет, абсолютно сюрреалистические съемки, но и женщина, естественно, творит в кадре. Главная героиня творит такое, что и положено творить в трэше. Она вырывает челюсть и пробивает кого-то руками, отовсюду брызжет кровь. В общем, классический трэш, про который нужно не рассказывать, а который надо смотреть.